РАДИОУНИВЕРСИТЕТ Профессор Московского педагогического государственного университета Александр Владимирович Пыжиков Мы сегодня говорим и будем оглашать, наверное, так лучше сказать, рассказывать о вещах достаточно сенсационных Мы будем говорить о тех вещах, которых нет в учебниках В ближайшее время их не будет, они появятся, может, лет через пять, может, через десять А самое главное, мы будем говорить о том, кто готовил русский раскол Кто был теми людьми, которые провели эту реформу Как это всё возникло? Потому что если мы посмотрим, любой школьник, который откроет учебники Любой интересующийся историей гражданин России или сопредельных стран Который посмотрит в открытые источники, он обратит внимание на то, что даже официальная хронология раскола Началась до присоединения Малороссии к России До воссоединения Украины и России То есть процессы, которые потрясли российское государство, готовились гораздо раньше Почему это произошло? Как это произошло? Кто был идейным вдохновителем того урагана, не побоюсь этого слова, который потряс основы русского мира? Вот это главные вопросы сегодняшнего выпуска Александр Владимирович, как, откуда возник этот ураган? Ведь люди, это была не просто религиозная, можно сказать, война Это была гражданская война, которая потом нам аукалась и восстаниями Степана Разина И колоссальными бунтами всю Россию штормила последующие 300 лет Откуда возник этот ураган? Добрый день всем слушателям Добрый день, Дмитрий Спасибо, что такая тема сегодня на повестке нашего эфира Действительно, потому что навсегда, когда говорят о церковном религиозном расколе Сейчас стали говорить значительно больше, чаще последние 5-7 лет Это так, всегда начинают именно с этого раскола, именно с него И дальше уже все вот эти вот события последовавшие обозревают Но самое главное-то, очень незначительно уделяется внимание тому, как это возревало Ведь это же не спонтанные действия, которые как бы это с места в карьер, что называется Что было до этого? Как? Просто говоря, подготовительная часть Какая? Была ли она? А мы уже сейчас можем говорить, что абсолютно точно была И мы знаем, кто возглавлял эту подготовительную часть Как она проходила, как она варилась Вот об этом действительно практически нет никакой информации Но есть какие-то фрагменты А мы попытаемся сегодня в ходе нашего часа свести это все вот цельно Чтобы было уже представление об этом Я предлагаю нашим радиослушателям вот то же самое сделать, то, что будем делать мы Просто вот сложить какие-то общеизвестные Пойдем с самой поверхности вглубь С общеизвестных фактов 1649 год Казалось бы, начало активных действий по русскому расколу Что это за такое время? Ведь, по сути дела, у нас только недавно, 1612 год, еще деды помнят падение Годуновых А еще совсем недавно старцы помнят еще, извините, Ивана Грозного, последнего Рюриковича Вот только-только прошло смутное время Вот только-только Русь залатала, залезала рано У нас вся Русь просто в руинах лежала Победила вроде бы эту Польшу Вот вся страна в ту сторону, на сторону Запада Это какая-то непонятная земля У нас мушки-тера сидели в Кремле У нас по Руси ходили все солдаты удачи со всей Европы И вдруг у нас спустя какое-то время возникает основа просто мировоззренческого религиозного раскола То, что существуют две таких цивилизационных, особенно в религиозном смысле, реальности Тогда это было известно всем И очень мало об этом вспоминают сегодня Что значит? Ведь Речь Посполитая и Московское царство Это в религиозном смысле совершенно разные величины Два славянских антагониста Да, да, это так Здесь как бы отмахиваться от этого, это уходить от реальности Так вот, почему мы можем так говорить, что две реальности? Очень много на самом деле есть фактов, которые на это указывают Я только один скажу наиболее красноречивый Когда в 1611 году, в 1610-11 году стали возникать первое ополчение В СМУТ их было два Второе, это понятно, это Минина Пожарского, мы его сейчас знаем Но было первое ополчение, о котором говорят меньше Говорят, ну что просто у них не получилось Так вот, чего у них не получилось? Это ополчение Заруцкого и Трубецкого Вот как раз вот И Липунова, который оказался там в силу различных обстоятельств Они же его потом и зарезали на самом деле Так вот, что это за второе ополчение? Первое, верно То есть первое, что это такое за это первое ополчение? Встреча участников этого первого ополчения Которое называют тоже освободительным Ну типа просто у него не удалось, не получилось Так вот, это первое ополчение встретилось с людьми Которые на самом деле вышли встречать икону, казанскую икону Божьей Матери Это считалось святыней, которая хранилась И вот ее везли по Волжским городам И теперь повезли сюда, в Центральную Россию Везде народ там выходил встречать И вот случилось так, что люди вышли для этого, чтобы встретить икону казанской Божьей Матери И тут оказалось вот это вот ядро этих руководителей первого ополчения Освободительного так называемого Ну со своими, значит, сподвижниками Как они себя повели при этом? Они, увидев эту икону Божьей Матери, даже не спешились с коней Никто не слез, что уже было само по себе оскорбление Но это еще мало того Они начали кружить вокруг на конях И насмехаться над людьми, которые вышли встречать эту икону Над нашими людьми насмехаться Ну в итоге, значит, это чуть-чуть не вылилось в конфликт Который чудом удалось погасить между первым, так сказать, освободительным ополчением И населением, которое, значит, это ополчение призвано было освобождать Вот она, разница налицо в ментальности религиозной, в духовной Нашего населения и тех, кто пришел с Малороссии и с Польши Кто влился в это первое ополчение Которое, кстати, формировалось в основном на базе вот этого вот Тушинского вора Дмитрия Второго Да Самозванца вот этого вот, Лжедмитрия Второго Вот что такое эти реальности Как эти реальности существовали Они существовали параллельно И вот теперь, это было ясно после смуты Что соединить в одно эти реальности Сходу не волочится Смута это очень хорошо показала Поэтому для этого необходим вот тот подготовительный этап О котором мы в самом начале сказали То есть нужно было подготовить вот это вот воссоединение идеологическое Вот эту вот идеологическую общность Хотя бы ее изобразить Но это требовало уже определенных усилий И нужен был человек, который возьмет на себя эти усилия На самом деле это все было уже после смуты Был такой очень известный человек Это архимандрит Троицко-Серговской лавры Ну это центровая у нас на Руси Дионисий такой там, да Он очень известный Но я бы не сказал, что эта фигура, так сказать Однозначно черная или однозначно белая Там, да Плюсы и минусы ставить Поскольку все-таки он Именно ему Все вот эти вот бояре Вот эти все предатели Вместе с поляками Сослали под надзор Умирать там Патриарха Ио еще там И он благополучно при нем Он там и почил, так значит он о нем позаботился То есть фигура такая И вот этот Дионисий Сразу же уже при Михаиле Федоровиче сказал Ну надо, так сказать, поднимать это население До уровня, так сказать, соответствующего Соответствующий это уровень Вот тот вот речи Посполитой О котором мы тут что говорили Это какие годы, Александр Владимирович? Это после воцарения уже Михаила Федоровича Это было где-то в 1617-м Накануне приезда Филарета Из плена А мы об этом времени сейчас будем говорить Он сказал, что надо все Хватит это самое Чего? Начинаем Надо собирать этих Справщиков книг всяких, да И значит Все это переделывать Простите, что переделывать? То есть он практически призывал к тому Что начал делать Никон Потом, через несколько десятилетий Там спустя Вот этот Дионисий уже прибегал к этому На 30 лет раньше Конечно, это известный эпизод Он описан не только у нас И у зарубежных Вот знатоков всех этих Наших расколечных дел Смысл, значит, в чем? Михаил Федорович испугался Он сказал Погодите Это нельзя так Давайте А Дионисий, значит, проявил какую-то Прыть и говорил Да нет, давайте Видимо, хотелось, так сказать Войти в историю Вот тем, кто начал Просвещать Русь Как полагается Но Михаил Федорович понимает Что здесь больше рисков Да, и вот эти вот все такие Рьяные желания И устремления Дионисия Они здесь излишни И его просто задвинули И только Филарет Когда вернулся Он его Так сказать Ну Ободрил, значит Да, обнадежил Но все равно уже никуда не допускал Поскольку понимал Что это рано Требуется Более тщательный Период времени И самое главное Требуется более серьезная фигура На которую, конечно Дионисий явно не тянул На такого вот лидера Нужно было прикрыться Действительно Каким-то таким Религиозным авторитетом И, собственно Все усилия Михаила Федоровича И Филарета Они сосредоточились На контактах Вот с этим человеком О котором у нас и пойдет речь И кем же он был Вот Речь идет о очень известном В первой половине 17 века Деятеле Это киевский Сначала он был Архимандритом Киева Могилянской лавры Он был затем И киевским митрополитом Это Петр Могила Петр Семенович Могил Да, знаменитый Вот Умер он уже при Алексее Михайловиче В 1646 году Там где-то около всего двух лет Практически Только он застал Алексея Михайловича Но зато Самый плодотворный этап Его деятельности Вот он приходится Как раз на Михаила Федоровича Филарета Вот этих наших деятелей Еще раз Для наших радиослушателей Представьте себе У нас только что Закончилась Гражданская война Гражданская война Чудовищных масштабов Страна лежит в руинах Нравственность Нравы Дошли просто Простите До пёсевого состояния Рвали людей На части По стране Ходили шайки Разбойников Беглых монахов Каких-то солдат Удачи Со всей Европы Вплоть до французских Мушкетёров До каких-то Голландских Я не знаю Пиратов Это всё Ходили у нас здесь По Москве Вот Коломна Здесь Рядышком В самом центре Страны У нас Брали Кремль Гетманы Малороссийские Которые верой Правды служили Польскому царю У нас Извините Сагайдачный Драл Ремни Из православных Русских То же самое Почитаемый Ныне на Украине Военачальник Песню о Сагайдачном Все знают и любят Пели в советское время От и до Вы важную деталь Напомнили Что замерение Официально Сагайдачным Произошло После возвращения Филарета Уже сюда В Москву И вот Сагайдачный И Михаил Фёдорович И Филарет Они же как вместе Теперь два правителя Там были Сказали что Всё Значит Прошлое не поминать Подвели черту То есть Сагайдачный Был Гетманом Всея Украины Который был Способен Собрать войско И взять Москву От Масштаба Личности Так он и действовал Вместе с Владиславом Они Формировали Эти два Войска Которые здесь Уже соединились Чтобы штурмовать Москву И Владиславу Вернуть трон Который захвачен Романовыми Как они говорили Владислав при этом Следует Русское боярство Дало присягу Полякам Официальную присягу Крест целовали То есть Вообще-то Москва Юридически Принадлежит Полякам Это у нас так Народное ополчение Пришло С Миниными Пожарскими И выкинуло По праву Феодального Наследования Крест целования Поляки Вообще-то говорят И обижаются Кремль наш У нас только-только Закончилась Вот эта небывалая Мясорубка Где брат Резал брата Сестер Насиловали Просто По стороне Произошло то Что Россия должна была Умереть И не встать Просто Вот в этих обстоятельствах Романовой Их же никто не признавал Да Вот это вот забываю Что на самом деле Воцарение Михаила Федоровича И затем возвращение Филарета И когда они вдвоем были Это все очень бодро Все очень хорошо Но на самом деле Надо не забывать Нигде на минуту Что Россия Находилась Московское царство Находилось В полной европейской Изоляции Сигизмунд Третий Расторазвонил По всей Европе Что значит Ему дали присягу А потом просто Плюнули на эту присягу И его обманули И поэтому с этими людьми Не нужно Да они проходим Он кричал в каждом дворе Конечно И надо сказать Что он не просто кричал Он был в каждом дворе Королевском И услышан в Европе И с ними никто Не хотел с Романовыми Общаться Они были в очень Сложной ситуации И даже то Что наконец Поляков как-то Отодвинули В 18-м году Хотя еще не замерились Окончательно Это произойдет В 1634 году Еще через 20 лет Их отодвинули Положение Романовых Было очень непонятное Ведь и Михаил Федорович Был избран Земским собором Так сказать В 13-м году Без права Того что У него будет Наследственная Династия На троне находиться Речь числа Об избрании Лично его А не так Что завтра Дети будут То есть Ситуация у Романовых Она не была блестящей И поэтому Филарет Когда вернулся сюда Как опытный Царь Дворец Интригант По-нашему Он все свои усилия Направил на то Чтобы из этой Изоляции выходить И вот он В конце жизни Только своей Он умер В 1632 В 1333 В 1333 В 1333 В 1333 Вот только Так к этому Времени Он эту задачу Уже находясь При смерти Решил И Москва Получила Дипломатическое Признание Вот у Голландии И вот этих Протестантских Государств Которые в то время Воевали В 30-летней войне С католическими Но это европейская Общая война была Уважаемые радиослушатели Александр Владимирович Вы сшиваете Вот это информационное Пространство Ведь у нас Это клочки Здесь у нас Смутное время Здесь у нас Уже фактически Слегка Так в учебниках Истории Алексея Михайловича Который что-то невнятное А вот у нас Петр Великий Так вот У нас В это время На Малороссии У нас там Петр Петр Сагайдачный А у нас еще Петр Семенович Могила Простите Я вас перебил Что же это за фигура Такая Которая Традиционно считается Одним из ведущих Просветителей Малороссии И подвижников Православия Это очень ключевая фигура А вот это очень ключевая фигура Почему Петр Могила При митрополите Исаии Который Константинопольский Это Митрополит Был в Киеве Вдруг Так Внезапно Возвысился Молодой человек По сути Вот это вот Очень связующая Не просто ключевая Связующая Фигура во всех этих событиях И как-то до сих пор Находится в тени Петр Могил На самом деле Его биография Она так Известна Там спорят о деталях Но в общих чертах Известна Это сын Как тогда говорили Молдавского Там Валахского Господаря Так это Такое выражение Государя Ну государя Да Это просто Такой их Говор Там Молодой человек Он стал Возглавил Архимандритом Стал вот эту Киево-Печерскую Лавру Когда ему было Там 30 небольшим Лет Это было 1628 Или 1630 Год Там спорят Но До 1628 Или 1630 Года Когда он Возглавил Лавру Произошли Очень важные События О которых Стараются Не говорить В жизни Петра Могила Который Ну во первых Вся семья Петра Могила Там она Большая Была семья Очень большая Вся была Естественно Ориентирована На Польшу На польских Магнатов На польскую Корону У него Например Четыре Было Двоюрных Сестры Могила И все Четыре Были Замужем За крупных Польских Магнатов Вот одна За Вишневеским Который Огромными Земельными Латифундиями Владел Уже здесь На На Малороссии Как потом Стали говорить То есть Вовлеченность В Польшу У него была И он на самом деле И сам-то проживал Там Будучи В Польше И вот здесь Мы подходим К очень важному Уточнению Что значит Проживал в Польше Давайте уточнять Проживал в Польше Он находился Под опекой Под воспитанием Сказать Кто Его можно сказать Растил Идейно Одного очень важного Человека В польском Государстве В Речи Посполитой Это Канцлер Этого государства Станислав Жалкевский Ого Вот Это воспитанник Петр Могила Вот этого знаменитого Польского Самого Жалкевского Который Отметился Да Мы сразу Перекидываемся На нашу смуту Много об этом говорили Какую роль играл Жалкевский Это один из руководителей Вот этих оккупационных Польских войск Который хозяйничал Здесь на нашей земле И который Утверждал Владислава На троне Когда значит Сигизмунд почувствовал Что его типа обманули То есть еще раз Для наших радиослушателей Известная личность Сын Молдавского Государя Через своих Двоюродных сестер В родстве Со всеми Магнатами Польши Которым по сути Полностью Принадлежит Левобережная Украина То есть Киев И на запад Вот эта вся территория Принадлежит полякам Он со всеми В родстве В знакомстве Он во-первых Военный Он военный Сначала Да Он военный офицер Потом он Под влиянием Каких-то обстоятельств Становится Принимает сан Духовный осуд И вдруг делает Бурную Мгновенную Фактически Карьеру Официально считается Что Петр Семенович Могила Становится одним Из делегатов Которые должны Избрать Нового Короля И вдруг Обласкан Королем Польским Обласкан Да так Что его Воспринимают Как стол Православия Ему дают Кафедры На Левобережной Украине Всевозможную Поддержку Фактически Считается Что он Молодой человек Бывший офицер Только что Ну недавно По историческим меркам Покрестившийся Вдруг ему дают Полный Карлблаш На всю Левобережную Украину Почему Мы еще Забыли Что Жалкевский Это такой Ярый Ненавистник Москвы И вообще Всей московской земли Это очень хорошо Проявляется В его Сохранившейся Переписке С сыном Яном Жалкевским Станислав Жалкевский Это отец А это Ян А Ян Это большой друг Нашего героя Петры Могилы Они примерно Одного возраста Там были И Жалкевский Поэтически Опекал Могилу Но потом Жалкевский Погиб Станислав В одной из битв И опеку Над могилой Взял другой Не менее характерный Польский вояка По фамилии Хаткевич Гетман Это тот Который Брал Москву Да Да Вот это все Следующий И он Наставник Могилы Какие красавцы Вот то Что донесла До нас Историческая Хроника Эти факты Они известны В трудах Дореволюционных Историков Откуда их Можно почерпнуть Со ссылками И вот Теперь Могила Это что такое Могила Это человек Который Полностью Сформирован В этой Среде Речи Посполитой Не просто Речи Посполитой А первоклассных Магнатов Вылите Речи Посполитой И С чего Началась Его деятельность В Киево-Печорской Лавре Вот это Очень интересно Он Активно Туда Приехал Молодой Энергичный Копытом Землю Роет И он Начал Там Во-первых Устройство Всего Обучения И порядков По латинскому Образцу По лучшим Латинским Образцам Европейским Здесь знак Равно Перед которыми Он преклонялся Ну и они Госпостоли В Польше То есть Здесь ему Не надо было Ничего изобретать Он просто Их пересадил Туда Очень важно Здесь отметить Что в Киево-Печорской Лавре В Киеве Уже была Своя школа Школа Киевского Братства То есть Уже Был По сути дела Местный Ну не сказать Университет Но как минимум Институт Подготовки Священников Самых Образованных Людей На то время И тут Петр Семенович Могила При полной Поддержке Польского Короля Польских Магнатов Устраивает Свои порядки И говорит Надо Делать И учить По-новому А как он их устраивал Вот это очень любопытный момент Когда он действительно Начал Лепить Школу Вот по такому Латинскому Образцу Которые в Польше Были Приняты За базовые То у него Сразу Возник Конфликт С обычными Людьми Которые Сказали Погодите А что это он здесь Собирается устраивать Здесь у нас Вот это вот нам не надо И у него возник Конфликт С населением Когда он начал Об этом везде говорить Когда он начал Вот эту пропаганду Своей деятельности И в итоге Это вылилось В открытый конфликт В ходе которого Могилу Чуть не прибили Вот это был Такой опасный эпизод В его жизни Русский Киев Абсолютно Местное население Местное население Самое обычное Которое там Не принадлежит К правящим кругам Речи Посполитой Как мы понимаем Так вот там же Вышел этот Открытый конфликт Незадолго после того Как он возглавил Эту лавру Вот этот Петр Могил Вот достаточно Характеризует Этого человека Конечно Известно Никто этого не скрывает Поскольку скрыть нельзя Что у митрополита Филарета Когда он уже оказался В Москве Всегда были Тесные отношения С Петром Могилой Когда он был Архимандритом А потом стал уже Киевским митрополитом Ну это его Карьерные дела Они здесь Детали не играют Главной роли Он ориентировался Филарет На Петром Могилу Спрашивается Откуда он узнал Потому что люди-то Разного возраста Это же не какие-то Друзья Филарет все-таки Был намного Старше Там этот Помладше Существует Такая версия Я читал Вот в дореволюционных Монографиях О Петре Могиле Что они уже были знакомы Во время Так сказать Пребывания Филарета В плену Он же был в плену У нас До 1618 года И только в 619 Он вернулся По Деволинскому соглашению Когда Сагайдачного И Владислава Значит отсюда Ушли И тогда вот заключили Это Деволинское перемирие До 1634 года На 20 лет И так Получается Что патриарх Московский А они вращались В одних кругах В плену этот И тот там И идеолог Будущий идеолог Будущий идеолог Религиозный Все Малоруссии Который вступил В конфликт С русским Населением Киева Уважаемые радиослушатели Когда я говорю Русское население Киева Я прошу Найдите пожалуйста Страницы Пересопницкого Евангелия На котором Сейчас Дают присягу Украинские президенты Откройте Первые 4 страницы Они открыты Их пока еще К счастью Не закрыли Не вырвали Не вырвали Потому что вы увидите Что знаменитая Украинская Евангелие Написано на чистом Чистейшем Русском языке Но это так Маленькая ремарка По сути дела Получается Что у нас Только что Прокатилась Гражданская война По Руси Да так что Люди Людей ели И тут у нас На уровне За 15 20 лет До начала Великого Русского Раскола Начинаются Активнейшие Контакты Между Высшим Духовенством В Москве И высшим Духовенством В Киеве И при этом Высшее Духовенство В Киеве Взращенное В польской Традиции Вовсю Занимается Книжными Реформами На греческий Манер Что это было За реформы На греческий Манер Здесь Петр Могила Предложил Филарету У них были Очень тесные Контакты Причем Москва Посылала туда Денежную Помощь регулярно Москва Филарет Это тоже Абсолютно Известно Могила В ответ Предложил Широчайшую Такую Программу Действия Филарету Михаил Федоровича Потом Филарет Скончался Там Михаил Федорович Значит был Программа Петр Семенович Могил Абсолютно Это начал Он это делать А он умер Затем В конце 17 века Это дело Через несколько десятилетий Завершил Дмитрий Ростовский Это по фамилии Туптало Это тоже Отсюда же Из этой Киевско-Могилянской Академии Он Выполнил Реализовал Эту задачу В конце 17 века Вот Затем Могила составил Требник От всех этих Церковных Треб Как это говорили Да Обрядов Требник Это был Большой Я значит смотрел Там Большие разделы То есть там Целый фолиант Просто Это не просто книжица Какая-то Огромная Там и похорон И на все случаи жизни Значит это самое Эти требы И этот Требник был Фактически Принят После смерти могилы И действовал Не только на территории Малороссии Что естественно Казалось бы Но и на нашей территории Вплоть до начала 19 века Когда там Начали там шлифовать Подновлять там То есть это базовые Вещи Для церковной Организации Уважаемые радиослушатели Вот следим за хронологией 1612 год У нас Выбрасывают Поляков Из Москвы В 1632 году Петр Семенович Могила Вроде бы в Киеве Вроде бы далеко От Москвы Объединяет Киево-Братскую школу И школу Киево-Печерская Лавра И так появляется Киево-Могилянская Академия Которая сейчас Кстати Кует кадры Вовсю Для нынешнего Киевского Всю жизнь Ковал Эстеблишмента Так назовем Они любят себя Назвать политикумом Посмотрите Какие одинаковые Идут процессы Какие Вот Вплоть до того Что сейчас Константинопольский Патриарх Варфоломей Вовсю Занимается Обустройством Православной жизни У нас На Украине Посмотрите Что происходит Точно Такие же События Вскоре Грянут На Руси Мы говорим О великом Русском расколе В 1640 году Петр Семенович Могила Предлагает Устроить В Москве Монастырь Пункт его программы Просто Один из ключевых Пунктов Которые должны Населять Вы ученики Киевска Киево-Могилянская Академия Которых он Прекомендует Конечно И они должны Вести По сути дела Полную Пропагандистскую Подготовку То есть Они Выходцы Из малороссийских Школ и коллегий Должны учить Местное Элиту Местное Духовенство Сынов Боярских Дворянских В правильном Понимании Так вот Дмитрий И правильно Если продолжить Эту мысль Совершенно справедливую Кто Стал Главным Действующим Лицом С момента Религиозного Раскола В русской Церкви В русской Церкви Главными Действующими Лицами Стали как раз Выпускники Вот этой Академии Киево-Могилянской Они заполнили Все К концу К 90-м годам 17 века Руководящие Епископской Архимандритской Все Должности Самые Ключевые Везде И естественно Всех Для них Всех Кто был Петр Могила Уже Покойный Ну как Отец родной Конечно Вот откуда Культ Петра Могилы В нашей Церкви Вот А какой Еще собственно Там мог возникнуть Очень серьезный Вопрос Александр Владимирович Потому что Если Вот сейчас Любой Слушатель Ухо Поставит в остро Бросится К книжкам И прочитает Что был всего Малюсенький Кружочек Кружок Боголюбцев Вот таких Ревнителей Благочестия Там всего-то Ничего По пальцам Пересчитать И в него Входил Духовник Царя В него Входили Там три Монаха Как говорят Епифаний Славенецкий Был Оценей Сатановский Дамаскин Птицкий И всего-то Больше ничего Как могут Три человека Ну больше Их там Ну пять Ну десять Поставить на дыбы Великую Россию В конце концов Многомиллионную страну Да так что Снова кровь кишки Как это может быть Всего-ничего Ну ни о каких Трех личностях Там речи не идет На самом деле Эти партии Вот этих вот Монахов С Малороссии Заряженных Духом Петра Могил Они стали пребывать Постоянно И кстати Их размещали В московских здесь И рядом монастырях И тут Тут Между прочим Также возникали Различные конфликты Когда Партию Тридцать Вот этих вот Учителей Значит Разместили В одном из Монастырей Московских То Вся Братья Которая была Решила покинуть Монастырь А в чем дело Почему Они сказали Мы не хотим Под одной крышей С иноверцами быть Это что Они как комиссары Что ли Пришли Выученики Киево-Могилянской Академии Нет Их уже Привлекали Для проведения Вот той реформы Которую Никон обозначил Вот после этого Начался этот наплыв То есть Был кружок Благочестия Я всегда говорю Который был рекрутирован Из местных Вот эти Где Авакумы Все были Иван Неронов Там главный Был Поскольку старше других Был Авакум Сам молодой Кстати был А был кружок Который Вот Был сформирован Из приезжих И был центром Религиозной реформы И они не просто Так я подчеркиваю Что эти Монахи Приезжие Они даже были Они с таким Достаточно Даже не сказать Презрением И никаких трех С какой-то Снисходительностью Они относились К московским Неучим То есть Московские считались Просто Ну Малознающими Они с пренебрежением Смотрели Конечно Это невежды Это просто невежды Которых нужно Обучать Подтягивать Как-то До интеллектуальных Высот Богословских Поскольку сами Они не способны И потом Как можно говорить Какие три Когда через Буквально 20 лет Эти три Человека Как нам пишут Превратились В огромнейший десант Который занял Все руководящие посты В церкви Александр Владимирович Когда мы говорим О том Что Россия Она же Метрополию А потом Патриархию Получила Напрямую От Константинополя Киев Киево-Могилянская Академия То что Мы говорим Киевская метрополия Тоже напрямую Подчиняется Константинополю Польша Это дело Контролирует Там В Малоруссии Вроде бы И там И там Греческие Константинопольские Должны быть Порядки Но почему Люди Пришедшие С Малоруссии Говорят Ребята Мы Константинопольцы Скажем Вам Константинопольцам Что у вас здесь У москвичей Москалей Московитов Не такие порядки Как произошло Так что Произошло разделение Потому что Со стороны Всегда Киевских Интеллектуальных Деятелей Была такая Интерпретация Патриаршества В Москве Она такая Была своеобразная Они говорили Что Борис Годунов А поскольку Романовы Не могли испытывать Теплых чувств К Борису Годунову Это очевидно То вот эти Киевские деятели Они это интерпретируют Таким образом Что Борис Годунов Обманом У Иеремии Второго Константинопольского Патриарха Вырвал Решение О учреждении Патриархии Здесь Потому что Как известно Иеремия сюда Приехал И долго был Его тут Удерживали Эта вот версия Которая официальная И вообще говорили Что во Владимир Тебя значит пошлем Там ты будешь Значит что-то там Возглавлять сам Значит тот испугался И вообще Киевские говорили Они его обманули Даже в том Что он языка даже не знал Языка русского Они ему что-то подсунули А он подписал Поэтому все ваши Эти патриарши дела Они очень сомнительны Это вот версия Которая ходила Как раз в Киевскую Мигелянскую академию А мы естественно Совсем другое дело Мы тут канонически чисты И правдивы Александр Владимирович Правильно я понимаю Что то что мы видим В контактах С малороссийскими Вот этими Духовными Лидерами Мы видим эхо Огромных контактов Московского Боярства С теми Малороссийскими Польскими элитами Которые были На тех территориях То есть мы видим Эхо Смуты В предыдущих поколениях Как это Это именно так Или это Да-да-да Совершенно справедливая Совершенно справедливая мысль Ее надо проводить Даже так Она доказывается Всем материалам Если на нее смотреть Объективно А не в угоду Каким-то установкам Все-таки Я пытаюсь понять Я все время пытаюсь понять Как можно Из такого Маленького зернышка Мировоззренческого Да Вдруг вспыхивает Процесс Который Извините Мы до сих пор говорим Вот мы с вами В подготовке передач Говорили У нас нет лишних Русских людей Нас русских Расбросало по всей планете Да А эти процессы Произошли А у всего-то Вот говорят Книжки надо исправить По-гречески Чуть по-другому Уважаемые радиослушатели Это российский радиоуниверситет В студии Александр Владимирович Пыжиков Это Дмитрий Кононыхин Мы говорим О истоках Великого русского раскола Мы говорим О тех Кто готовил Ураган Который потряс Великую Россию Мы продолжим Наш разговор Это российский радиоуниверситет В студии Дмитрий Кононыхин Наш гость Доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков Мы говорим О Тайных Пружинах о тайных истоках великого русского раскола, того раскола, который ураганом прокатился по всей Руси. Люди самосжигались, людей расстреливали из пушек, раскольники уходили на окраины будущей империи. Казачество сплошь и рядом у нас раскольничье. Людей русских обвинили в анафеме, предали просто проклятию. И те методы, и та скорость, с которой наводились новые религиозные реформы, они просто потрясают. Потому что, с одной стороны, приходят просвещенные малороссийские проповедники, выученики, просветителя Петра Семёновича Могилы, крайне грамотного человека, крайне образованного человека. Эти люди все были по тем временам крайне образованы. Но вдруг методы и темпы, и задачи, которые они решают, просто ошеломительны. То есть просто ломают через колено. Александр Владимирович, как вот этот момент перехода, как произошёл этот переход от маленького кружочка, кружка ревнителей и благочестия, да, конечно, там духовник царя, да, конечно, это распространяется среди двора московского царя. Но почему потом, вдруг, это происходит вот именно таким страшным образом? Так вот, теперь мы подошли к очень главному вопросу. Взаимоотношения Филарета, они всё-таки базовые с Петром Могилой, Петром Семёновичем Могилой. Здесь был такой обоюдный интерес. И вот теперь нужно сфокусироваться на интересе Филарета. Но это, естественно, интерес дома Романовых, за который он отставил. Это не его личный, так сказать, интерес. Здесь он совпадал с таким фамильным. Какой смысл отношения вкладывал Филарет? Мы уже говорили, что Москва, Московское царство абсолютно находится в изоляции. Он там над этим работает. Как из этого выйти, это одно. Но главная цель, всё-таки и более дальновидная, а Филарету сложно отказать в недальновидности, он очень дальновидный человек был, это нужно создавать плацдарм для династии. Плацдарм, на котором она будет основываться, и с помощью чего она будет доказывать, что именно она должна властвовать в огромном, в обширнейшем Московском царстве. Этот плацдарм был Киев. И вот я замечу... Именно Киев. Именно Киев. Ну, Малороссия, да. От Киева как база, Киев как база. А почему? Потому что летописи... Так Киев под поляками. Нет-нет, это Киев... С поляками у него как бы полный разрыв. Поляки его поносят по всей Европе, ездят. Филарета и всех Романовых. Это данность, с которой приходится мириться. Тут ничего не получишь. Но дальше нужно же закладывать фундамент для династии, нужно закладывать фундамент для будущего. На чём его закладывать? Они не решили закладывать его на Москве, как в корне. Они его решили закладывать на Киеве. Только так можно объяснить, что они те люди, которые олицетворяют историю. А значит, они самые лучшие. Значит, именно они должны властвовать. Они имеют больше всего на это прав. И я замечу, до религиозного раскола, он ещё не начался, он начнётся чуть позже при Алексея Михайловичем, началась историческая артподготовка, если так можно сказать. Пётр Могила религиозно делал всё это и сделал её качественно. Можно говорить, а ещё историческое. Потому что расцветает именно в 30-х, в 40-х годах культ Киевской Руси. В 1630-е, 1640-е. В конце 30-х, да. Вот привозят прах Шуйского из плена после смерти Сигизмуна. Сигизмун отказывался выдавать прах Шуйского. А как он умер, Владислав сказал, да забирайте, нужен он мне там. Вот, они заперезли прах Шуйского, из-за чего устроили здесь целую, значит, пропаганду Рюриковичей. Что вот они, киевские князья, мы, потомки киевских князей, кругом культ киевских князей создаются под началом патриарха Иосифа, это который был до Никона там, да? Да. Целый выдаётся жития святых киевских князей. Все узнают о Рюриковичах, о каких-то великих началах святых. Из летописей образ Киевской Руси шагнул на широкие просторы, если так можно сказать, московского царства. Ну, тогда понятно, что Киевской Руси, как такого термина, не было. Конечно, только Киевской Руси не было, да. Но фактически идёт притязание московского царства на земли Чернигово, Смоленска, Киева. Если они начали эту историческую подготовку, значит, пойдёт дело и до действий уже конкретных, естественно. И тогда же мы обосновывали древностью. Раз там мы владели, значит, там типа мы должны там владеть. Конечно, да поляки на ушах стояли. Все эти войны, которые случились про Алексея Михайловича, а все его царство, это утешайшего, прошло по знакам войны с Польшей, как мы знаем. Они связаны именно с этим. Что у поляков отгрызли просто кусок, значит. Если что, значит, они не могли провериться. Да какой. И только в 1686 году уже Софья там когда была, Фёдор Алексеевич умер, заключили вечный мир с Польшей. Вот сколько лет это длилось. И когда точку только была поставлена, и, так сказать, вопрос был закрыт. Это сложнейший вопрос длиной в десятилетие кровопролитной войны, которая была. Там будут и Андрусовские перемирия, и чёрти чего там будет. И вот эти метания гетманов, начиная там с Богдана Хмельницкого, заканчивая тем Брюховецким, который, кстати, первый гетман, который посетил Москву. Его привезли туда там, это на руках, так сказать, принесли. Вся территория России пришла в движение. Идеологическое, историческое и религиозное. Религиозное обязательно, потому что всё-таки политика была упакована тогда в религиозные формы. Об этом не надо забывать. Тогда ещё не отделилась ещё политика от этого. Абсолютно принципиальный вопрос. Вот мы видим, что вы ученики Киево-Могилянской академии. Начинают править бал в религиозной сфере Московского царства. Абсолютно. Почему, когда идёт вот этот раскол? Вот любой из наших радиослушателей посмотрит. С 49-го года начинаются сначала робкие попытки, потом многогласие. Да, да, да. То есть различные, как петь на несколько голосов одним ладом. Двумя-тремя крестами креститься. Так далее, так далее. Идёт, идёт, идёт. И вдруг в этот момент, когда нарастает внутри Великоровское сопротивление, вдруг подключаются патриархи Александрийские, Константинопольские. Ну как же, осветительные, да. И резко, абсолютно резко форсируют эту реформу патриарха Никона. Причём так, что просто начинают штамповать анафему за анафемой. Люди в шоке. Они говорят, извините, а мой отец с двумя перстами крестился. Он что, тоже... Ну, там... Это же вопрос о спасении души. Это же вопрос идёт не о количестве пальцев. Не бытовой, да, как говорится. Вопрос о спасении души. Что те прежние, мои деды, прадеды, мои бабушки, дедушки, мамы, они что, в пекло? Да, да, все пропали. А эти штампуют анафему. И Александрийские, и Константинопольские патриархи говорят, вперёд, вперёд, вперёд. Ну, здесь очень, конечно, сложная сама фигура Никона. Очевидно, что его использовали, поскольку из того кружка местных выходцев великоросских, куда входил и Никон, будучи архимадритом, потом его стали продвигать, и на него сделали ставку, выбрав его патриархом. Для этого именно дело. Потому что прекрасно понимали, что если привезти сюда всех этих учеников, да, и последователей Петра Могилы, они-то приехали, они-то приезжают, но их показывать никому нельзя публично, да, в открытую. Поэтому нужно прикрыть какой-то колоритной местной фигурой. Но Никон как таковой являлся, с огромным честолюбием, у которого било оно через край. И вот, значит, Никон взял на себя вот эту неблагодарную роль. И, кстати говоря, он принял её на себя очень серьёзно, как мы знаем. И, собственно говоря, с 1654 года он только 4 года продержался. Затем его просто выкинули. В 1658 году его фактически отстраняют с патриаршего престола, хотя они не изводят, а просто отстраняют. Он уезжает, потому что создают те условия, в которых он не может находиться. Его потом окончательно Большой собор 1666-1667 года точку поставит в деле Никона. Получается, что Никона фактически просто использовали, чего он, я не знаю, понял или не понял до конца, но его чисто использовали. И за его вот этими действиями торчат вот эти вот малороссийско-польские уши. Торчат. Они его использовали, непонятно, до конца жизни, понял он или нет. Потому что ведь Фёдор Алексеевич-то сделал шаг навстречу. И он фактически сделал шаги по реабилитации Никона. Он ещё был живой, в ссылке. И даже его, Фёдор Алексеевич, вот этот вот интересный факт, сказал, что привезите его обратно сюда, в Москву. Патриарх Иаким, который был, очень это не понравилось. Зачем ему это урети его, значит, сюда? Он тут ещё, небось, до конца там не усмирился, начнёт что-то права качать. И Никона повезли сюда. И вот всё это закончилось. Значит, Фёдор Алексеевич там умер, а Никон умер в дороге. И вот это дело, так сказать, ушло. То есть фактически всё-таки услуги, которые Никон оказал, я к чему это рассказываю, они были оценены всё-таки. Пусть и Алексеем Михайловичем у них лично был конфликт, но и его сыном, Фёдором Алексеевичем. Именно на тот период? Да, да, на тот период. Хотя уже... Просто смерть там помешала этому осуществиться. Уже столетия спустя Екатерина Великая писала, я ненавижу Фигура Никона. Это да, Екатерина Вторая, это уже особая статья. Да, это, конечно, это... Тут особый разговор, особая передача. Но мы ещё вернёмся обязательно к этому. А здесь, да, но тем не менее, значит, Никон, Никон ему должны отдали. И Аким, на самом деле, это выходец из-под Коломны по фамилии Савёлов. Та же линия. Не надо вытаскивать никого из малороссийских иерархов на передовые роли. И поэтому никто из малороссийцев, из малоросов, патриархом первым фигурой, который выставляют на всех мировых, так и не стал. Какая ирония истории. Мы имеем лжепатриарха Денисенко, который сейчас превратил фигуру и все танцы с Томасом на Украине в непонятную латиноамериканскую драму. А ведь он мог стать патриархом Руси. Были прекрасные шансы. И фактически тогда великий русский раскол, мы видим те же самые малороссийские иерархи, которые не стали русскими патриархами. И тут же рванул великий раскол. Подобный тому, как ведь сейчас мы имеем. То, что сейчас у нас происходят события сопредельные. Здесь у нас, в России, да. Мы же видим, это тот же самый мировоззренческий раскол. Как быть русским людям, как им жить. И я думаю, нам обязательно надо будет поговорить, как же все-таки, почему царь Алексей Михайлович Тишайший, он же молодой был человек. Почему он так в этот раскол, вот просто уверовал, и не в раскол, в реформу, так уверовал? У нас буквально пара минут. Нет, он продолжал линию Филарета, получается, деда своего. Вот так. Абсолютно. Филарет заложил эту основу. Вам нужен фундамент. Только встав на него, вы обретете власть над этой стороной и объясните всем местным, почему вы здесь властвуете. Другого выхода у Алексея Михайловича и у тех, кого вокруг трона его сгруппировались, не было. И он это прекрасно понимал. Поэтому его война, кровопролитная за Украину, это выгрызание фундамента для власти династии, своей собственной и последующей. И это не чисто экономическая цель. Здесь присутствует, в первую очередь, даже идеологическая. Вот именно так нужно относиться к этим бурным событиям. Это Российский радиоуниверситет. В студии Дмитрий Кононыхин. Наш гость, доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Мы говорили сегодня об идеологах великого русского раскола, урагана, который потряс основы нашей страны и нашего народа. Мы продолжим разговор о русском расколе. Будьте счастливы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова